На передаче 100-годового юбилея белорусской милиции во управлении внутренних справ Гомельского облаканкама отбылася справоздачно-выборная конференция ветеранов правоохоуных органов. У делу мероприемств приняли больше, как 100 человек с 50 первичных ветеранских организаций. Старшиня областного совета ветеранов Геннадь Курлович у своим справоздачным докладе проанализовал работу ветеранских организаций за пошние 5 годы. Гомельщина с 12 истнуючих в Украине ветеранских организаций в системе Министерства внутренних справ заняла по выниках минулого года четвертое место, а первичка отдела внутренних справ на транспорте стала первой у республицы. И сегодня ветераны у боевым строя готовы делиться своим профессионным и житевым опытом, оказывать допомогу у патриотичным выховании молодых и научании молодых супрацовников. 30 ветеранов службы, узнагородженных гоноровыми грамотами, подяками Министерства и Управления, нагрудными знаками. За ликвидацию наступства аварии на ЧАЭС полковник милиции у отставца Анатоль Кузьменков отримал подяку президента Республики Беларусь. Все наши ветераны, конечно, особый вклад вложили, как в целом, в обеспечение охраны общественного порядка, соответственно, в период проблемы Чернобыльской катастрофы. Ну и сегодня это воспитание, перенятие опыта, но и мы должны им особо уделять внимание в целом нашей служебной деятельности. Старшиня ветеранской организации Геннадь Курлович выказал усім щирую подяку за допомогу и подтримку у работе с ветеранами и пропонавал на посаду нового старшиня областного совета ветеранской организации кандидатуру Михаила Дзедауца. Подполковник милиции у отставцы зараз вядомы на Гомельщине як публицист и письменник.